13 человек. Столько погибло в округе при переходе через железнодорожные пути только за 2022 год. Статистика за три последних года снизилась почти на 60%, но опасность всё ещё сохраняется. Предупреждение травматизма на железной дороге обсудили в ходе еженедельного совещания главы муниципалитета Андрея Иванова. По словам руководителя округа, мониторинг с участием полиции сейчас очень важен. Все те небезопасные тропы или опасные тропы, как они звучат в презентации, у нас их 10, мы обязательно должны ликвидировать. В том числе применяют такие непопулярные меры, о которых вы говорили. И колючая проволока где-то, и солидол. Всё то, что будет людям создавать настолько дискомфорт, чтобы не пользоваться этими тропами и не отрывать никакие заграждения, которые мы там установили. Обследование железнодорожной инфраструктуры, проведение рейдов, информирование населения о правилах нахождения на железной дороге в СМИ и образовательных учреждениях. Подробный анализ всех случаев травмирования. Для борьбы с проблемой используют все необходимые меры. Московская областная дума у нас скоро внесёт в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за переход с международных путей в неположенном месте. Причём штраф планируется увеличить в 20 раз. Размер штрафа составит уже не 100 рублей, а 2000. Следуйте правилам безопасного поведения на железной дороге. Ведь от этого зависит ваша жизнь.